Катастрофический ущерб природе, который наносят браконьеры, пытаются восполнить саратовские специалисты по разведению рыбы. Взамен варварски добытых стерлядей в Волгу запускают десятки тысяч искусственно выведенных мальков. Для саратовцев это, можно сказать, дело чести. Раз уж ценная рыба осетровой породы на Ербе области, то должна быть и в реке. Репортаж Ксении Назаровой. На глазах почти 2 миллиона рублей уплывают в Волгу. Это стерлядь, одна из самых редких и дорогих рыб. Уже через несколько дней от 150 тысяч мальков останется совсем ничего. 98% погибнет в дикой стихии. А это рыбий родильный дом, он же детский сад. Еще 30 лет назад Зинаида Легходимова и предположить не могла, что когда-нибудь ей придется спасать исчезающий вид. В стерлядь в реке было столько, что даже ходила поговорка. Когда она идет на нерест по рыбьим спинам, можно перейти с одного берега на другой. На месте бывшей, полноводной нашей Волги созданы техногенные практически водоемы, водохранилища современные. Для стерлядь заирены основная масса нерестилищ. Очень небольшая часть их осталась только в верхней зоне водохранилища. Разведение выпуск стерлядей происходит за счет тех, кто портит речную фауну, в основном водохранилища. Эффект минимальный, но сейчас это единственный законный способ компенсировать ущерб природе. Еще одно требование закона – следить за браконьерами. Я этим делом не занимаюсь. А чем? Ладно, кольцо ловил. Но если быть честными, говорят в рыбоохране в этих местах, теперь даже браконьеры не водятся. Уж какая стерлядь! Инспектору снова попались пустые сети. Похоже, черные рыболовы тоже в убытке. Браконьерские сетки снимали. Попадалось вот в Курдюмском заливе. Ну, такие, сантиметров по 20, по 15 они были. Думаю, что это происходит после выпуска «Малька». Удивительно, что нелегальные сети все же попадаются. Тут ведь больше бензина потратишь, чем поймаешь. Это только раньше браконьерство было самым прибыльным бизнесом. Это уникальный документ. Приказ на поставку саратовской стерляди прямо к государеву столу. Здесь рыбы не в пример больше, чем в Волге. Правда, все это бутафория. В Крывическом музее показывают редкие находки. Вот дореволюционный колодезный люк с изображением стерляди. Вот пряник в форме рыбины. Всевозможные гербы городов Саратовской области. Стерлядь была самой обыкновенной рыбой в Волге до примерно середины 20-го столетия. И вылов велся в громадных масштабах. Причем рыболовные угодья считались довольно большим богатством. За счет добычи этой рыбы жила вся область. Выловить, разложить, перевезти в Москву. Их теологи горько шутят. Стерлядь исчезла. Вот и регион из долгов не вылезает. Сейчас блюда из стерляди даже в ресторанном меню редко встретишь. Все меры по спасению результатов не дают. Волга слишком изменилась, стала широкой и медленной. Возможно, скоро легендарную царскую рыбу мы сможем увидеть только на областной символике. Ксения Назарова, Павел Литувец, Сергей Суворов, Первый канал, Саратов.